Приветствую, друзья! Ровно год назад я общался вот с этим человеком на чрезвычайно актуальную, я бы даже сказал, болезненную тему. И та наша встреча к нашему глубокому удовлетворению получила очень широкий отклик. Мы благодарны всем, кто тогда писал, кто делился, кто комментировал. И поэтому мы надеемся, что сейчас вы будете не менее активны. Мы говорим о спасении конечностей, о том, как раненым ребятам спасти руки и ноги. Это важно практически для всех, но никто не может быть равнодушен к этой теме. И помочь реально этим ребятам можете именно вы. Поэтому первое, у вас есть работающие руки. Поэтому протяните вашу руку и поставьте лайк этому видео, поделитесь им, чтобы об этом узнали многие. И не только в горизонтальной плоскости, но и где-то там, наверху. Сергей Ильич Сашинский, мой добрый друг, который много-много лет руководит фондом здоровья украинского народа. Но в настоящее время, вот уже довольно долго, с началом войны фактически, да, ваше основное направление, это программа «Врету и кинтивку». Да, именно так. Год назад мы на эту тему общались. Ситуация была сложная. Я тогда предупредил, что я своей репутацией, своим именем ручаюсь за то, что каждая копейка, которая попадет в этот фонд, пойдет на спасение рук и ног, и сказал, что если что-то не так, я лично оторву тебе голову. Поэтому скажи сейчас честно, есть ли у меня повод отрывать тебе голову? Что вы за этот год успели? В общем, давай. Спасибо, Евгений Олегович, уважаемый. Отрывать голову никакого нет смысла, потому что если оторвать голову мне, то потом огромное количество ребят останутся с оторванными руками и ногами или не спасенными. За этот год мы спасли практически тысячу конечностей от ампутаций. Это был непростой для нас год, потому что после нашего с вами интервью, после эфира первое, что произошло, это силовые структуры предложили мне пообщаться на улице Владимирской. И я надеялся, что это общение приведет к помощи, к помощи раненым. К сожалению, этого не произошло. Ну, возможно, что-то сдвинулось на верхах, возможно, немножко больше Министерство здравоохранения стало переживать о раненых. Но в целом за год, к сожалению, поменялось не очень много. То есть юридическая база не поменялась? Ну, по сути, ранеными как никто не занимался, некий ответственный человек в стране, так никто ими сейчас и не занимается. На определенных уровнях их ранений занимаются соответствующие люди, но в целом, вот так сказать, что раненый имеет какого-то уповноваженного, там, президентом, Верховной Рады, Комбинатом Министре, его нет. Но так как раненый имеет отношение к разным министерствам и ведомствам на протяжении его вот этого маршрута раненого, ну, соответственно, много не изменилось. То есть еще раз давай сфокусируем. Уполномоченные по правам человека у нас есть, уполномоченные по правам детей у нас есть, но поскольку сейчас в стране появилась очень болезненная социальная группа, ребята после ранений, причем, как мы с тобой знаем, по-моему, больше 60% всех ранений это ранение в конечности, да. И вот назрел, просто назрел решение о том, что в стране должен быть какой-то централизованный орган, который бы взял согласование, там, протокол овлечения, маршрут пациента и так далее для этой категории. То есть уполномоченный по правам и качеству помощи раненым нам однозначно нужен. Нужен как минимум потому, что у нас многие системы здравоохранения разных министерств и ведомств, они работают немножко по-разному. Нет же единой системы e-health, о которой долго говорили, да, у министерства здравоохранения она своя, у министерства внутрешних дел она своя, у министерства обороны она своя, и, соответственно, единой системы учета данных нет. Продолжается вот эта бумажная волокита, как-то документы теряются, ну и особенно большая проблема для тех ребят, которые попадают без сознания на стабилизационные пункты, да, и дальше, ну, без документов фактически начинают свой путь раненого. Естественно, большие команды юристов пытаются помогать раненым, но все же за деньги, да, то есть даже те, к сожалению, юристы, которые декларируют, что они делают какую-то работу бесплатно, эта работа бесплатная заканчивается на уровне консультации. Все остальное все понимают, что каждый раненый, в конце концов, должен заплатить за юридическую сумму. Да, будет иметь выплаты какие-то, и в конце концов эти деньги он получит и заплатит. И вот если в 22-м году еще было понятно, что как-то государство не было готово к такому количеству раненых, да, ну и в 23-м, получается, оно тоже не готово, и, соответственно, вроде как не готово в 24-м. То есть как только увеличивается интенсивность боев, продолжается история, которая была в 22-м году и в 23-м. То есть раненых становится больше, медицинские учреждения не успевают с ними работать, да, и, соответственно, ребята теряются и остаются один на один со своими проблемами. Минуточку. Тогда давай так. Итак, мы с тобой год назад обсуждали главные проблемы вот в этом направлении, спасение конечностей ребятам. Мы говорили о том, что очень остро стоит проблема в том, что протезирование финансируется хорошо, а спасение конечностей в принципе не финансируется, поэтому огромное количество людей заинтересованы именно в ампутациях. Ну, речь не идет о раненых, хотя они тоже часто бывают заинтересованы, потому что они прекрасно понимают, что тогда у них будет совершенно другое социальное пособие после этой ампутации. Я хотел бы всех, кто нас сейчас смотрит, еще раз посмотреть, если вы не в курсе, если что-то непонятно, посмотреть вот это наше видео, где мы конкретно проблемы обговорили. Сереж, а есть ли хоть какая-то проблема, которая за этот год была решена? Одна из проблем начала решаться, это Министерство здравоохранения начало дофинансировать те больницы, которые занимаются ранеными. Определили список учреждений здравоохранения, которые имеют определенный поток раненых, и соответственно определили увеличение финансирования. Но пакет, хирургический пакет лечения травмы, он как был на уровне 8,5 тысяч, так он и остался. Как невыгодно было больнице в принципе лечить раненого, так и невыгодно, ну выгоднее ампутировать, потому что это просто. Причем, что с тех пор я провел переговоры с большим количеством главврачей, которые, если работают в профицитных даже больницах, то есть это больницы, которые научились зарабатывать деньги, будучи коммунальным неприбыльным предприятием, даже в этих больницах главные врачи говорят прямо, раненые нам невыгодны. И мы ими занимаемся, ну например, там зав. отделением ортопедии и травматологии очень много делает, прям свою жизнь положил на то, чтобы раненым помогать, и вся его команда. И тогда главный враг говорит, ну вот тогда я понимаю, что мы идем в минус, но я поддерживаю это направление. А так в целом раненые невыгодны. Год назад была озвучена проблема. Ампутировать экономически выгодно, лечить экономически невыгодно. Это раз. То те деньги, которые государство выделяет на спасение конечностей, это ничего, их сплошь и рядом не хватает, даже на курс антибиотиков. Тем не менее, если бы мы с вами, вот гражданское общество, неравнодушные люди в стране смогли к этим несчастным 8 тысячам, которые выделяет государство, добавить определенную сумму, то мы бы реально могли спасать руки и ноги. То есть в Украине на сегодня люди лишаются рук и ног из-за проблем с финансированием. Мы надеялись год назад, что эта проблема сдвинется с места, что государство будет в это вкладывать. Мы понимаем, на всех не хватает, мы всех очень сильно жалеем там наверху, которым надо поделить нищенские деньги. Тем не менее, пока они там будут делить, давайте мы сейчас, прямо сейчас, поможем ребятам, которые реально спасают. Вот QR-код в описании, все ссылки, смотрим, помогаем прямо сейчас. А чтобы не сомневаться, продолжаем смотреть это видео. Самый такой яркий кейс, который был у нас за последние несколько месяцев, это мы в Тернополе встретились с серьезным американским хирургом, который прошел Афганистан, Иран, Ирак. Это этнический украинец, который давным-давно в Америке, практически с рождения. И вот он уже приезжал последние несколько лет в Украину оперировать, и его один из больших американских фондов привез в Тернополь, куда мы привезли своего хирурга из нашей системы в риту и кинсивку, из института травматологии, для того, чтобы спасать сложные случаи. То, что мы делаем, это мы очень часто перевозим хирургов из одних лечебных учреждений в другие. Ну, например, в лечебном учреждении лежат сложные пациенты, мы подбираем хирургов, которые могут решить эту проблему, да, и везем туда хирургов. И, соответственно, учим оперировать местных врачей и спасаем конечности. Так вот, когда приехал этот хирург, и наш хирург, я спрашиваю за в отделении, а кто же будет оперировать, а кто будет ассистировать? Он говорит, ну, мальчики между собой поговорят и разберутся. И вот в течение двух часов мальчики, два серьезных хирурга, разбирали кейсы. В конце двух часов Американев встал, приложил руку к груди и сказал, я буду ассистировать, потому что то, что вы здесь делаете, то, как вы спасаете, ну, вы реально спасаете. И это не может не мотивировать. Мы понимаем, что наши врачи, не все, но те, которые хотели, они научились спасать конечности. Они научились делать сложные операции, несмотря на возможности ампутации. Но есть сложности, связанные с этим. Это младший медицинский персонал, который объективно не готов за нищенскую зарплату стоять возле гражданского стола. Ну, все опять упирается в деньги. Это протезы, пластины, все, что мы привозим как благотворительный фонд, а государство не может оперативно это купить, именно оперативно. Даже когда главный врач хочет, он не может оперативно это сделать, потому что есть процедуры, есть тендеры. И здесь как раз помощь благотворительных организаций, которые могут быстро собраться, быстро купить по дешевой цене качественную вещь, и как раз играет решающую роль. Помимо денег, наверняка есть другие проблемы. Проблемы организационные, проблемы, например, связанные с тем, как оказывается помощь на поле боя, да, какой путь проходит раненый до того, как попасть в руки, ну, высоко квалифицированных специалистов. Что здесь самое острое с вашей точки зрения? Поскольку вот эти самые протоколы НАТО, с моей точки зрения, ну, чуть ли не один из основных факторов, ну, который, благодаря которому люди... Благодаря в кавычках, люди зачастую лишаются рук и ног. Объективно, несколько месяцев назад я в онлайне выступал в Бельгии на большом форуме, где были представители НАТО. Когда я сказал, что у нас есть почти полторы тысячи описанных случаев спасенных конечностей, со мной связались представители НАТО и заинтересовались таким большим количеством описанных кейсов. Мало того, они заявили, что они готовы рассматривать изменения протоколов на глобальном уровне, потому что за последние 30 лет они даже не обращали внимания, ну, не было столько кейсов описанных, да, на то, что эти протоколы можно изменить. Нужно отдать должное. Министерство здравоохранения старается тоже менять протоколы в лучшую сторону, но все равно не хватает важных вещей. У многих людей не хватает знаний, как уберечь свою конечность от ампутации. Большинство тех бойцов и гражданских людей, которых мы спасаем, которым удалось спасти конечность, они интересовались до ранения, до медичной допомогой. То есть они интересовались тем, как уберечь свою конечность от ампутации. А те, кто не интересовался этим и отдавались в руки случаю, то есть относились без критичного мышления, те, скорее всего, теряли конечности. Простой пример, начинаем с АЗОВ, с боевых медиков, да. Сколько у нас в стране не хватает на сегодня боевых медиков, тех, кто в подразделениях должны уменьшать санитарные втраты, так называемые, да. По разным оценкам их не хватает от 20 до 30 тысяч человек, боевых медиков. Официально, насколько я знаю, не хватает порядка 9-10 тысяч, да. Почему не могут донести командованию вопрос нехватки боевых медиков в таком количестве, в количестве 30 тысяч, я не знаю. Но я точно уверен, что для любого военного во время войны важны ресурсы для защиты или нападения. Мне кажется, что мы об этом, кстати, с тобой уже говорили, что для любого военного во время войны очень важно вот понимание того, что если ты будешь ранен, то государство не оставит тебя один на один со своей проблемой. Государство, общество, люди, что тебе будут помогать. Почему вот на дроны собирают, а на спасение ног не собирают? Я этого в принципе не могу понять. Что происходит? Ну ладно, это вопрос скорее к психологам. Пусть они записывают программы и об этом рассказывают. Тем не менее, хорошо, не хватает медиков, значит, кто-то вовремя не получает помощь. Это понятно. А что с самой помощью? С самой помощью я был очень удивлен, когда мы весной начали исследование, как качество турникетов влияет на количество ампутаций. Ну потому что в СМИ очень много весной этого года массировалась информация о том, что турникеты некачественные приводят к плохим последствиям. И вот мы опросили большое количество ортопедов-травматологов, которые ответили, нет-нет, качество турникетов – это второй вопрос. Первый вопрос в другом. Сам турникет по себе неправильно используемый приводит к ампутациям. То есть человеку могут поранить палец, а он ему накладывает турникет, либо он накладывает турникет, ну и потом уже длительный период эвакуации, и, соответственно, рука или нога приходят в негодность. У нас есть огромное количество кейсов, когда неправильно наложенный турникет спасал конечность, а правильно наложенный турникет при небольшом ранении приводил к ампутациям. И есть ряд врачей, которые пишут в социальных сетях, с ними борются, понятно, в социальной сети, они продолжают писать. Они прям вот эти здоровые ноги и руки, ампутированные, выкладывают на хирургический материал и создают такие огромные фотогалереи и пишут о том, что, ребята, перестаньте накладывать турникеты там, где не нужно, потому что мы ампутируем здоровые руки и ноги. Смотри, тут же мы упираемся вот в ту глобальную проблему, ну и для меня эта проблема существует, наверное, 40 лет уже. Когда что-то делать, что-то делать, это значит снять с себя ответственность. Вот в педиатрии это же очень важно. Не лечить дома, а отправить в стационар. Не лечить таблетками, лечить уколами. Понимаешь, прооперировать, вместо того, чтобы поставить клизму, чтобы потом не услышать, чего вы ничего не делали, чего вы смотрели и ждали. Почему вы не наложили турникет? Ах, я не наложил турникет. Да я теперь этот турникет буду накладывать всем на все. Понимаешь, вот это же самое главное. Понимаешь, чтобы люди понимали, что турникет, как и антибиотик. Антибиотик – это ответственное медицинское назначение. Назначить антибиотик – это ответственно. А не назначить – это еще более ответственно. Поэтому наложить турникет – это очень ответственно. Но надо понимать, когда этого делать не стоит. Когда риск наложения турникета намного больше, чем не делать ничего. Хотя, когда есть просто элементарное, знакомое каждому понятие – давящая повязка. И когда я открываю любой учебник неотложной помощи, любой, гражданский, невоенный, там написано, любое кровотечение останавливается давлением на ран. Любое кровотечение. Любое. И фактически они сводят турникет к ситуации, когда конечностей нет. Поэтому что делать? Доктор, то, что делать, мы начали это делать. Причем, что мы начали это делать с теми ранеными, которые прошли через программу в риту и генсивку. Вернулись на поле боя. Опять были ранены. И опять попали к нам в программу. И вот когда второй раз стали попадать к нам ребята, эти же ребята подняли вопрос, что давайте мы запишем некие видео, давайте мы запишем некий контент, который позволит на поле боя бойцам уклоняться от дронов, уметь накладывать турникеты. И на мой вопрос, а почему же, ну, где же все вообще хваленые люди, которые учат домедочные допомоги и так дальше, и так дальше, начали глубже разбираться, оказалось, что, собственно, нет времени учить боевого медика в школе тактичной медицины, военной, да? А людей, которые мобилизируются, их во время учебки учат, по сути, держать автомат и им как-то управлять автоматом, да, мягко говоря. А вот как домедочную допомогу оказывать, как различать ранение, которое нужно просто наложить на него давящую повязку, или турникет, вот этому учить не успевают. И вот отсутствие знаний, повторюсь еще раз, это, доктор, то, что вы умеете, это доносить до людей просто знания. Вот когда у нас все поймут, что доносить до людей, которые находятся на улице и подвержены там во время атак каким-то возможным травмам, да, когда человек на поле боя, он, его рука или нога могут быть травмированы, и ему нужно очень четко понимать, эту ногу или руку ему нужно накладывать турникет на нее, или нужно действовать по вот этим стандартам НАТО. Давайте разберемся, что такое вот эти американские стандарты, по которым накладывают турникет. С кем воевали американцы последние там 30 лет, да? Они воевали с Бармалеями, грубо говоря, да, то есть это некие люди в пустыне, в каких-то чалмах с автоматами, пытались противостоять огромной американской армаде, да, и когда вдруг кого-то ранили из американских солдат, прилетали там десятки машин, которые огневой мощью уничтожали всех Бармалеев, после этого прилетала санавиация, которая забирала раненого, и он в течение там 40 минут, часа оказывался на операционном столе. И вот эти стандарты у нас и действуют. То есть их надо точно поменять. Но мы об этом говорили два года назад, елки-палки. Неужели до сих пор это непонятно? Что если вам говорят, вот вам показывают НАТОвский протокол, где написано наложите вот сюда вот турникет, то подразумевается, что через полчаса после наложения турникета пациент будет вертолетом эвакуирован в госпиталь, где ему получат высококвалифицированную помощь. Но если нет шансов пациенту оказаться там, где надо, в течение там даже двух часов, то этот турникет – это 100% убийство этой конечности. Если два часа прошло, да. Да, всё. Особенно там, а когда жара ещё такая, так это вообще, ну, однозначно. Ну и тут вопрос же в том, что турникеты сами по себе, они же более мощные средства для остановки кровотечения, так можно сказать, да, чем, например, там, жгуты. И они, на самом деле, на кожный покров намного сильнее оказывают влияние, негативное, да. И если рана небольшая, а турникет сильно затянули, чтобы так вот… Потому что точно ничего не кровит уже. Да, тут ничего не кровит, и, соответственно, через два часа у нас… Ну, оно-то через 40 минут уже ничего практически, но факт остаётся фактом, а сколько нервных стволов, когда рука потом есть, но она не работает в принципе. Так вот, последний год, ну, только ленивый ортопед-драматолог не говорил, не выступал, не писал о том, что, ребята, перестаньте накладывать турникеты туда, куда их накладывать не нужно. Перестаньте действовать безумно, изучите, что такое ранение и как спасать свою конечность. И вот, к сожалению, нет ответственного, который бы следил за этими вещами, да, в воинских частях. Ну, то есть у нас не готовят качественно людей к тому, что они воюют. Я скажу вам следующее. Как человек, который занимается образованием очень-очень много лет, практически невозможно в массы человеческие и врачебные тоже втюхать какой-то протокол на уровне «поймите, как правильно». Задача любого протокола, я это для себя понял давным-давно, категорически запретить делать глупости. Вот эта задача. То есть даже в протоколе надо не что надо делать, а чего делать нельзя. Вот как только люди, которые пытаются доносить, пойдут вот по этому пути, поверьте мне, результативность вырастет многократно. Понимаете? Не надо накладывать, если у вас ранение в кисть, в кисть, не надо накладывать турникет. Вот нельзя. Вот скажите, нельзя. И все. Доктор, доктор, но тут же налетят толпы людей, которые заинтересованы как минимум в том, чтобы количество опутантов у нас не становилось меньше. Так вот задача гражданского общества и состоит в том, чтобы понимать, кто и для чего все это записывает. Чья задача спасти ноги, а чья задача спасти протезный бизнес. Это же разные задачи, но дифференцировать одно от другого. Короче говоря, ребят, если не хватает ума отличить одно от другое, промолчите хотя бы. Просто дайте деньги на спасение ног и идите умничать к себе домой на кухню. Простой пример в деньгах. Самой дорогой операцией за последний год была операция стоимостью 558 тысяч гривен приблизительно. То есть это была операция, которая позволила спасти конечность человеку. И он остался жить со своей конечностью, и она функциональна, он будет ей пользоваться. Как вы знаете, государство выделяет на экзопротезы, на внешние протезы от 240 до 640 тысяч гривен на один экзопротез. Это без выплат ампутанту и без всех дальнейших выплат на содержание. То есть самая дорогая операция стоит столько, сколько самый практически дешевый экзопротез. Лет 10 назад, 10-15 назад был кейс, когда американцы сравнивали, что выгоднее провести несколько операций по спасению конечности или ампутировать. Так вот, в долгосрочной перспективе ампутация в 5-6 раз дороже, чем спасение конечности. И я одному из наших резидентов, недавно мы с ним встретились, вот у него правая рука ампутирована, и он ждет свой экзопротез стоимостью там, по-моему, 86 тысяч евро. Ну какая-то такая большая очень цена, да. И левая рука у него спасена, потому что неправильно был наложен турникет, и мы там пластины проплатили, и мы сделали операцию и спасли руку. Так вот, я его прямо спросил, скажи, вот ты бы поменял свою левую руку, которая такая не очень суперфункциональная, как была до ранения, да, поменял бы вот свой протез, который сейчас стоит, да, на вот такую не очень функциональную руку? Он сказал, конечно, конечно, потому что это просто инструмент, то, что у меня экзопротеза инструмент. А общество сейчас, по сути, очень много внимания определяет вот этим инструментом, который и так финансируется государством. Я, кстати, хочу тебе сказать, что было бы, может быть, мудро подсказывать там туда наверх решение, но вот я же не комментирую боевые действия, потому что я не военный эксперт, да. Какого хрена? Все эксперты в медицине. Какого хрена, прости господи, если хирург с огромным опытом пишет рекомендации, как накладывать турникет, там возникает куча экспертов, которые вообще крови в глаза не видели, понимаешь, и начинают умничать. А нельзя ли рассматривать, ну, просто вот это как, ну, как криминал? Ну, потому что когда, ну, это же с вакцинацией же та же самая тема, понимаешь? Когда люди ни хрена не понимающие, да, начинают агитировать, что не надо прививаться, а потом умирают люди, то кто несет ответственность? Так тут же тоже огромная ответственность, да. Короче говоря, мне все больше и больше кажется, что пока общество гражданское не поймет свою ответственность, хотя бы за то, чтобы доверить профессионалам решение этих вопросов, но понимать, кто стоит за профессионалом. Честь, медицинская наука, грамотность или деньги? Потому что такое тоже может быть. Да, Евгений Ильич, и тут мы подошли к такому важному аспекту, как трансгуманизм. Оказывается, это движение, да, оно всегда было, но вот связанное с технологиями, оно именно сейчас развилось в такой прям большой-большой тренд. Илон Маск, как человек, который инвестирует в нейролинк, да, или, не знаю, нельзя рекламировать, наверное, в нейрочип. Ему все равно. И, опять-таки, если они не готовы дать на протезы нашим ребятам, то вряд ли они дадут на нейролинк. Хотя нет, скорее всего, туда они вложатся снова. Евгений Ильич, как раз вот те ребята, инвесторы, в трансгуманизм начали заходить, потому что стареющие люди понимают, что, наверное, вот со своими конечностями стареть тяжело, а вот если мы поменяем на супер-супер дорогие экзопротезы, то мы же сможем стареть легче, меньше. Ну, это же прикольненько, особенно с учетом того, что сейчас сахарный диабет второго типа, куча ампутаций, хороший протез никогда не помешает. Вот, хороший протез. И поэтому вот это направление трансгуманизма, оно сейчас в Украине получило огромный полигон. Поэтому, когда мы говорим, там against amputation, мы против ампутации, где-то там сидят большие-большие люди с большими деньгами, говорят, не-не-не, подождите, какое стоп ампутации? Нам нужны люди для экспериментов, нам нужно исследовать эти количество, качество, улучшать и так далее, и так далее. Я вчера просто подумал, что исчезнут на планете Земля полностью все войны, все ДТП, все травмы. Тогда останутся только здоровые добровольцы, которые будут приходить и говорить, я готов, чтобы мне ампутировали руку и ногу, и на моей руке и ноге можно будет какой-то новый экзопротез исследовать. Так, у тебя есть мышки, крыски, у них похожие. Да, они похожие, но все равно люди, которые молодые, здоровые парни, которые теряют руки и ноги здесь, на войне. Нет, для них это клондайк, для них это, господи, мы же уже много раз, у этой войны такое количество бенефициаров неочевидных, да? Ну, просто это космос. Для протезного бизнеса, ну, это просто Путин, рай, просто рай. Вот, дорога в рай. Да, ну, протезный бизнес умудряется открывать офисы на Крещатике, это уже о многом говорит, да? Соответственно, это высоко. Ты хотел, чтобы травматологи, которые спасают ноги, там, руки, а ты странный какой-то, так не бывает. Только вернулся с большого мероприятия, которое организовывал журнал Forbes. Мероприятие было посвящено благотворителям. Так вот, даже на этом мероприятии, ну, понятно, что разбирали кейсы, смотрели статистику, определяли, там, лучшие благотворительные фонды, там, какой-то ранкинг определили, да? Кстати, были интересные цифры, сколько фонд тратит на свое содержание, на админ, на часть, да? Вот мы тратим, там, не больше трех процентов, да? А есть фонды, которые тратят, там, 6, 12, 20, 30. Особенно это касается, когда это фонды частные, то есть там… Сейчас всплыла ссылочка на наш фонд, нормальный, который существует не для того, чтобы кормить его организаторам. Да, но на самом деле, если мы говорим про работу в благотворительном фонде, то, что важно понимать, это точно так же, как работа ортопедов-травматологов, да? Если ортопеду-травматологу не платить достаточно денег или его как-то дополнительно не мотивировать, ну, не знаю, вот еще в этом году остались действительно там вот этих наших 150 ортопедов-травматологов, которые спасают конечности, им интересно создавать кейсы по спасению конечностей, им интересно, чтобы их западные коллеги смотрели и говорили, как ты офигенно спас эту конечность, то есть им это нравится. Будет ли им нравиться это в следующем году? Я надеюсь, да, благодаря нашей совместной работе, потому что мы их там чем-то награждаем, какими-то грамотами, возможно, оно им сто лет не нужно, но это все равно признание их мастерства. Так вот, когда ортопеду-травматологу в среднем не платить, медсестре не платить операционной, да, то они спасать конечности не хотят. С благотворительным фондом им похожа история. В Америке сейчас одна из тем, которую развивают, это почему в благотворительных фондах не работают менеджеры с MBA, но потому что средний уровень зарплаты менеджера MBA в Америке там около 500 тысяч долларов в год, а средняя зарплата директора благотворительного фонда около 100. И тут вопрос, мы хотим, чтобы благотворительные фонды эффективно управляли деньгами? Давайте возьмем менеджера MBA, но тогда не говорите, что мы им платим много. Или менеджер MBA должен пойти работать за 100 тысяч долларов и просто 400 подарить, такого в Америке быть не может. Это обсуждается. И вот когда любой человек в Украине, который хейтит благотворительные фонды, говорит, вот они могут 20% себе забрать денег, и вот они там от 300, 400, 500 миллионов забирают деньги, это не совсем так. Как я же повторил, да, у нас не более 3%, по некоторым направлениям у нас 0,86% от собранных денег. То, что касается сейчас скандала, это те люди, которые... А какой сейчас именно скандал? С Ахмадетом, например, да, с Ахмадетом. У нас скандалы носят перманентный характер, поэтому надо всегда уточнять, о каком скандале речь идет сейчас. Это важно, потому что... Скажи, вот в чем корень скандала с твоей точки зрения? В отсутствии знаний. Просто когда выходит чиновник и говорит, все деньги надо отправить в казначейство, благотворительный фонд физически это выполнить не может. Хорошо, а вот чиновник, который ни хрена не знает и несет такое на всю страну, нельзя просто на него в суд подать? За дискредитацию, за безмозглость. Можно? Ильич, по-хорошему, чиновник должен был уйти в отставку. Чиновник, в ведомстве которого произошла вот такая история, ну, он должен был, по идее, уйти в отставку. Ну, что-то он должен был сделать, да, но в результате у нас пострадала клиника Ахмадет, как таковая, да, деньги к ним не привели, репутационно пострадали. Там фонды, какие-то достаточно нормальные люди, пострадали директора каких-то предприятий, а весь народ, он так и не понял, в чем дело. Весь народ подумал, что кто-то хочет какие-то деньги украсть. На самом деле там никто ничего украсть не хотел. Ну, просто как-то там получилось так, что государственное предприятие провело какой-то тендер вместе с каким-то фондом, и кто-то там что-то не то поделил, да. Но надо было смотреть изначально, не допускать этого, да, то есть prevention. Это как вакцинация. Когда мы говорим про вакцины, мы говорим о профилактике заболеваний. Когда мы говорим про знание, куда класть турникет, и как эвакуироваться, и на что обращать внимание, мы говорим про профилактику ампутаций. Когда мы говорим, что деньги не должны украсть, нужно говорить о профилактике тех действий, которые не будут приводить к кражу денег. Только и всего. Красные и зеленые флажочки. Мы с вами с киберполицией обсуждали этот вопрос, да. Когда благотворительный фонд создан менее трех лет назад, это красный флажочек, даже если у него миллиардные обороты. Почему? Ну, потому что обычно через три года 95% предприятий в бизнесе умирает. Что говорить про украинские фонды, которые, кстати, в 22-23 году были созданы десятки тысяч фондов, да. Поэтому первое, фонды должны быть не менее трех лет. А дальше должна быть отчетность, должны быть лидеры мнений. И не обязательно должна быть государственная или политическая поддержка. Мы с вами прекрасно понимаем, помним клинику будущего, которая осталась в прошлом, да. Теперь у нас ситуация с Ахмадетом. То есть многие начинают донатить, потому что это решение политики, да. И вот когда политически призывают донатить, ну, на самом деле, мне кажется, это тоже красный флажок. На самом деле, вот я прекрасно понимаю, что мы сегодня с тобою совершенно вскользь, буквально по верхушке, коснулись огромного количества чрезвычайно актуальных тем. Каждая из этих тем, начиная там от образования, до работы, алгоритма работы благотворительного фонда, до многого всего, до том, откуда нам взять достаточное количество врачей, не врачей, а медсестер и младшего медперсонала, где их брать вообще, да. Анестезиологов. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Опять-таки, понимание того, что человек, который может такое делать с конечностями, ну, там, с кистью, например, да, может ничего не делать с кистью, а ровнять косточки носа и быть миллионером, не знаю, за счет пластики, но он почему-то реально спасает людей. И общество должно таких людей ценить и носить на руках. Но пока я... Почему я говорю общество? Конечно, хотелось бы, чтобы страна, государство, да. Но поскольку государство, сейчас другие приоритеты, понятные, возможно, да, но другие, то, скорее всего, нам, обществу, надо объединиться для того, чтобы помогать людям, у которых есть очень конкретное, понятное дело. Вот когда все понятно, когда мы знаем, для чего нам нужны деньги. На протезы, на металл, на операцию, на работу, на труд анестезиологов, медсестеров, санитарок, на труд врачей, в конце концов. На это нам нужны деньги. На реабилитацию ребят, в конце концов, можно давать деньги. На это можно давать деньги на протезы. На протезы дает государство. Да, если человек дает свое, то он хочет просто лучший протез, чем то, что дает государство. Да, мы об этом уже говорили еще раз, прошу всех, посмотрите, пожалуйста, это видео. Но сейчас мы, собственно говоря, для того и собрались, чтобы обратиться к вам. Проблема не решена. Денег на спасение рук и ног, ребятам, не хватает катастрофически. Есть люди, которые занимаются тем, чтобы каждая копейка пошла именно на спасение рук и ног. Если у вас есть такая копейка, вот сюда, вот положите в этот ящичек. А я, я вот своей репутацией и своим там многолетним знакомством с этим человеком гарантирую, что эти деньги пойдут на руки и ноги. Я хочу добавить немного информации о необходимых лекарственных препаратах, которые важны ребятам во время лечения и после лечения, во время реабилитации. Ребятам очень нужна помощь психолога. Ребятам нужны психологические консультации. Ребятам нужно категорически работать с группами, которые помогают им поддерживать их ментальное здоровье, потому что многие месяцы трагических болей, многие месяцы борьбы с травмами приводят к истощению. И очень многие, к сожалению, принимают решение идти на ампутацию, потому что они устали самостоятельно бороться со своей травмой. И я вас очень прошу поддержать тех ребят. Многие из них не хотят ничего просить. А мы работаем для того, чтобы сохранять их руки и ноги. Спасибо. Всем спасибо за ваше неравнодушие. Спасибо, Сережа, что ты не опускаешь руки. Удачи тебе и всем. Спасибо. 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 Спасибо.